Фотоаппарат Государственное муниципальное управление А зачем вы политика? Зачем вы пошли в политику? От фотоаппарата? Не только от фотоаппарата, еще и через Курчатский институт Потом восстановление церкви Здесь в Переделкино Зачем политика? Меня попросили Предложили Избираться депутатом Муниципального собрания Поскольку в районе Новопеределкино Я с 1991 года занимался восстановлением храма Человек достаточно известный И старался Как-то быть В полезном району Не только восстановление храма Не только от храма делая Какие-то социальные службы Для помощи людям Но и быть полезным вообще в развитии района Это у меня получалось Меня попросили избираться депутатом А кем вы тогда работали на тот период? Председателем Приходского совета Это храма Благовещения Федосина То есть прихрам Я занимался Я административные функции выполнял Я его отбивал в свое время Его собирались даже разрушить Это был 90-й год Потом 91-й Он был, наверное, уже разрушен Он был еще не снесен, слава богу Он стоял в руинах Без пола, без окон Без кровли Много лет С аварийными сводами На храме росли деревья То, как я делал свою депутатскую работу Здесь в районе У меня это получалось Но не только получалось Я вижу, что я могу больше сделать Для района, для округа Для города, для своего И это Нас многих не устраивает Что происходит у нас в стране Мы все видим недостатки Кто-то их просто ругает А вот я привык все время делать что-то Что могу сделать сам для этого исправления Ну, во-первых, конечно, каждый на своем рабочем месте Должен делать свою работу добросовестно И тогда это вот Вот даже в этом заключается патриотизм А как же сказать, что у нас в стране монархия Что у нас кроме президента Сейчас вот такие разговоры Нет никого, кто бы мог что-то изменить У нас пока нет, к сожалению, монархии Почему, к сожалению, монархист? Да, я член Единой России Но я считаю, что Это никак не противоречит Я считаю, что Единственное правильное Государственное устройство Может быть только монархия Почему? Сегодня про Путина говорят, что вот он царь У него нет таких полномочий, как у царя Но нет такого воздействия на Механизмы управления Но у него авторитет Наверное, можно сказать, как у царя Но самое главное, что у него есть Он ведет себя Не как временщик Не как наемный работник Не как человек, который дорвался Какими-то путями до власти И тут нахапать, обеспечить что-то себе И своим близким И он доволен, да? Он не ведет себя так Видно, что он вкладывает в свое служение Всю душу И он чувствует ответственность За свою страну За граждан этой страны И ответственность и перед ними Перед нами, гражданами страны И ответственность перед Богом Как бы это для некоторых не звучало Может быть резко, да? Но это действительно ответственность перед Богом И вот царь Он Нас в свое время С 17-го года Воспитывали поколения Таким образом, что Царь это Нахлебник, дармоед Прекрасно живет И тут Холопами правит Лишь бы, так сказать Вот себе там чего-то так Безбедную жизнь обеспечивать А ведь на самом деле Русский царь Это всегда был тот человек Который Понимал так же Вот как и сейчас Владимир Владимирович Ответственность перед Вверенной ему страной Перед его людьми И ответственность Понимал перед Богом И еще И заботился о том Как эту страну приумножить Как улучшить жизнь в этой стране И какую страну Он передаст своим наследникам Чтобы им За отца Не было стыдно Ну и Формы-то монархии Могут быть разные Речь не идет о том Что вот Что-то там копировать Или как говорят там Романовых призвать Да не об этом идет речь Извините, я перебью Но вы считаете Что в 21 веке Институт монархии Он жизнеспособен? Да, он жизнеспособен Мы ее воспринимаем так Как нам в свое время В детстве нарисовали картинку О царе-батюшке Вот О холопах Но не такая она на самом деле И есть же В Европе Пожалуйста Есть монархии Но они не правят Они Не важно В какой форме Это будет у нас Да Это первое Это наверное Самое главное Но не просто символ Авторитет Моральный Духовный Авторитет Государства Который объединяет Это государство Но Ведь Неважно Какую форму Мы изберем Ее невозможно Навязать Вот К этому Невозможно Завтра сделать монархию Большинство Жителей Страны Должны Осознать Что это Нужно Нам Для того Чтобы дальше Поступательно Развиваться Мы не должны Воспринимать монархию Как нечто Что-то такое Вот это вот Архаичное Которое нам В свое время Навязывала Советская школа И пропаганда Это совсем другое И А зачем тогда Депутаты Зачем тогда Министры И все остальное Правительство Ну подождите Царь Он что У него там Миллионы ниточек Он как суперкомпьютер Всем будет управлять Из одной Из своего Кабинета Вот этого не бывает Да Должно быть Огромный механизм Здесь Я это понимаю Как Если императорская власть То это власть Безусловного Лидера нации Который Не переизбирается Каждые 4 Или 5 Или 6 лет Не заботится Любой Перезбирающийся Чиновник Какой бы Высокий ранг Он не занимал Он должен Заботиться О том Чтобы Выстраивать Политику Таким образом Не сделать Какие-то Важные Для государства Шаги А еще В том числе Заботиться О том Чтобы его Переизбрали Быть Интересным Понравившимся Избирателям Это другие вещи А зачем ему нужно Чтобы переизбрали Ведь Происходит Переработка То есть Получается так Что человек Изнашивается Да У него Складываются Определенные Стеотипы Зачем У нас Переизбираются Возможность Вот этой Новой крови Она не нужна Вы знаете Новая кровь Возможно Но Понимаете Вот на сегодняшний день Я поддерживаю Тех людей Которые говорят Например Это не демократично Это не в рамках Нашего закона Но что Путин Должен продолжать Избираться дальше Что он должен Продолжать править Да Вот Время И деньги Огромные Потраченные На перевыборы Огромные Вот эти Политические Все столкновения Вокруг того Кто же все-таки будет Во-первых Они 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 Очень затратные Они Очень затратные Еще и в том плане Что еще раз повторюсь Кандидат в президенты Действующий президент Должен Работать Не только На общее благо Государства Да Но еще и что-то делать Чтобы понравиться Жителям Это Огромный минус Этой работы И это Могут быть даже Разные совершенно Направления Этой работы И Вот эти все выборы Демократия Есть известная фраза Да Демократия в аду Она небе царства Так вот Демократия Сегодня Это не самая лучшая Форма правления И Есть известная фраза Американского Президента Да О том что Демократия Это не самая лучшая Форма управления Но он правда Добавлял Что другой Лучший Пока не придумали Нет Придумали Она была И есть Это Монархическое Устройство Государства Просто Надо его воспринимать Если монарх Будет В России Я лично В этом уверен Потому что Я уверен Что у нас Другого пути Просто нет Либо монархии Либо Крах государства Ну да И в монархическом Государстве У нас Произошла Революция Когда В общем-то Не большевики Большевики уже взяли Власть потом Когда государство Развалилось Сначала Это была Мы все про это Забываем Мы привыкли Великая Октябрьская Революция Вот Они уж подобрали Валяющуюся Власть А сначала Была февральская Революция А февральская Революция Предательства Элиты И Не будем Говорить Об этом Столько написано Да Мы все знаем Что это Такое А почему Все-таки Она могла Придать Сейчас же То же самое Может быть Если будет Монархия Все-таки Все-таки По Своему По своей Конструкции По своей Идеи Монархическое Устройство Оно важнее Оно Не важнее Неправильное Слово Оно Правильнее Понимаете Вот Мы Стесняемся Говорить о том Что О какой-то Роли Бога В нашей Жизни Да Ну вот Очень хороший Пример Говорил Один Старец Когда Лежит Электрический Провод В грязной Луже Ржавый Но если По нему Сейчас идет Ток Если к этому Проводу Прикоснуться Тебя же Убьет Убьет Вот Ну так и Веришь ты В Бога Или не веришь Живешь ты По законам Устроенным Богом Или не живешь Ты по этим Законам Не соблюдаешь Вернее Эти законы Они есть И так или иначе Могут и убить Или наказать И все равно Это Никуда не выкинешь А очень часто В политику идут Я чуть-чуть Вернусь к политике Да Чтобы заработать Денег Считается Что пошел В политику Значит захотел Власти и денег Вы знаете Есть такая часть Людей Да Но вот о чем Говорил не раз Святейший патриарх Кирилл О том что В руководстве Нашей страны Никита Михалков Тоже это часто Повторяет Да и многие Что в руководстве Нашего государства Должны быть Люди Религиозные Церковь Это собрание Людей Если Большинство Людей Так или иначе Верующие Или причисляющие Себя Другим может быть Религиям Не обязательно Крестьянск Она у нас Православие Государство Образующие И религия Которая Становляла Наше государство Развивала Его Православная Церковь Ведь формировала И образование И культуру Искусство И государственность Но Невозможно Отделить Государство От церкви В том понимании В каком это понимали Большевики Которым Нам Немножечко Это неправильно Вложили в сознание Церковь у нас Отделена От государства В том плане Что у нас Государство Не клирикальное У нас Религиозные Иерархи Не руководят Государством Как Бывало Иногда Да В некоторых Странах И у нас Церковь Не является Государственным Институтом У нас Священники Как в Греции Не получают Зарплату От государства Церковь у нас В этом плане Действительно Отделена Она самостоятельный Институт Но это не значит Что она не может И не имеет права Влиять На моральную Сферу На нравственную Сферу Она постоянно Напоминает В первую очередь О каких-то Вот О том Что политика Должна быть Морально В первую очередь А вообще Может ли быть Честная политика Честные выборы В любой стране мира Я не беру Только нашу страну Ну К этому Надо стремиться Чтобы это было Максимально честно А как люди Не зная человека Могут делать выбор Послушайте Все люди Грешны Все Да Начиная с Адама Поэтому Гореть о том Что Вот Сейчас Придут Идеальные Стерильные В пробирке Выращенные люди Которые Например Себя там Некоторые Оппозиционеры Говорят Что они Те самые Идеальнейшие Вот они придут И все будет В шоколаде Мы уже видели Что на Украине Какой шоколад Там в стране Какие все Прекрасные Богатые И совсем Не коррупционные Там Коррупция возросла В сумасшедшей Прогрессии Вот Задача В нашем Земном мире Среди Грешных Людей Ну Вероятно Невозможно Сделать Абсолютно Идеальную Картинку Абсолютно Идеальное Государство С абсолютно Идеальными Людьми Но Мы должны К этому Стремиться И людей Которые Стараются Жить По Законам Христианской Морали Или если Они принадлежат Там К другой Религиозной Группе По законам Их Религии Да Они Общие Моральные Принципы У Главных Наших Религий Они совпадают А давайте Все-таки К выборам Вернемся Да Ну не может быть Априори Честных выборов Потому что Я даже Совершенно четко Позицию Объясню Человек Идя на выборы Не знает Кандидата Практически Ни одного Он Видит фотографии Программы И читает Кто-то знает Кто-то знает больше Кто-то знает меньше Единицы Единственное, что они читают Это пять строчек Рядом с кандидатом И то уже в бюллетене Часто происходит так Именно так Видят фотографии Ну это мне нравится А что-то мне не понравилось В этом-то нет Обмана Обман Если кандидат Начинает Заниматься Какой-то ложью На выборах Так это Правильно Разве Уж лучше Если не кандидат А сверху спустят Человека Который действительно Будет достоин Такого количества Не найти Ты понимаешь Вы знаете Ну наверное На сегодняшний день У нас так сложилось На сегодняшний день У нас Вот мы живем В той форме Государственного устройства Где есть вот эти выборы Да И надо их постараться Сделать максимально честными Я могу за себя говорить Да Что я Обещаю только то Что я считаю необходимым Как депутат Муниципальный района своего Что я считаю необходимым И возможным И необходимо Чтобы я это сделал Вот То что я планирую То я обещаю Я никогда А всегда ли удается? А по опыту В процентном отношении Можете уже сказать Вот я на 70% Я вот И там На 60% Или там На 80% Я Вы знаете Вот В мелочах Может быть Не все Не всегда Получалось В том виде Как бы хотелось По крупному Получились Две главные вещи Для района Да Вот они получились Я не говорю Например Я не говорю Что я сделаю метро Я говорил Что я буду стараться Приближать Чтобы вот этот Наконец Метрополитен Пришел в Новопеределкино Да Я рассказывал Вообще Что я делаю И что я буду делать Да Что я Сделал В предыдущие годы И В таком же ключе Как это нужно Моему району В котором я живу Чтобы это Дальше развивалось Ну короткое резюме Для всех депутатов Не надо писать письма Надо ходить ногами Вы знаете Не только ногами Ведь Иногда Может быть Достаточно Одного телефонного звонка А сотнями писем Ничего не решить Депутатская То есть вот эти депутатские запросы Они вообще что-то Иногда Они имеют смысл Надо понимать Когда что необходимо Какой ситуации Понимаете Вот некоторые кричат Вот нас Не допускают Ко власти Вот у нас не получается Вот я депутат От оппозиции У меня ничего не получается Мне ничего не дают делать Да все дают делать Только это дело В твоих Профессиональных Качествах Если ты просто Горлопанишь Кричишь Или пишешь Пустые письма На которые тебе дают Такие же пустые Отписки Ну так вот Это твоя работа Если ты хочешь Сделать дело Какой бы ты не принадлежал Партии В муниципальных собраниях Москвы Не может быть Различия По партийной принадлежности Кто рвется сюда Из оппозиционеров Здесь горлопанить Мы знаем Примеры В некоторых районах Там просто Почти парализована работа У нас Очень много чего Еще не сделано Делается Слава богу И поступательно Делается А как вы думаете Снизу могут люди Начать делать То есть Делай что должен И будь что будет То есть каждый человек Должен внести свой вклад Или нет Ну конечно Конечно А как же К примеру у вас был Какой-то К вам конкретно Пришел человек С какой-то своей проблемой А вы ему сказали А давай вот это Сделаем так Вот это так Понятно метро Это такая глобальная проблема А вот какая-то Была у человека Ну может какой-то Свой один вопрос Куда человеку Со своим вопросом Пойти Какие-то вопросы Удавалось решать Ну допустим Не хочу я Чтобы здесь Рядом завод стоял Ну вы знаете Вот по поводу завода Много лет назад Я был в числе Тех депутатов Нашего района Которые очень активно Боролись Чтобы здесь Не стоял Бетонный завод Здесь в одном Из самых чистейших Районов Москвы Здесь где дачный В самом Новопеределкино Есть огромный Дачный комплекс Да Это не только Новостройки Да Бетонные Но и дачи Здесь и кардиологический Санаторий Резиденция Патриарха Здесь просто Исторически Заповедное место Писательское Рядом Да Вот тут Собирались построить Гигантский Бетонный завод И потом Завод железобетонных Конструкций Вот здесь Мы восстали Категорически И опять-таки Мы подключили Все структуры Нашей партии Единая Россия И Вот здесь Партия Выступила Против Мы Непростая была Борьба Прямо скажем Непростая Вот Но мы отстояли Мы не позволили Здесь этот бетонный Завод строить Потому что Это было просто Глупо Рядом с Жилыми домами Почти вплотную В чистом районе Строить Такое грязное Производство Когда было Достаточно Площадок В конкретных Промышленных Зонах Здесь не промышленная Зона И это было Совершенно Недопустимо Но Нельзя говорить Что мы против Любого завода Надо все-таки Подходить Избирательно Вот Задача депутата Не услышать Самых громко Кричащих Жителей Да И идти у них На поводу И говорить Вот я все для вас Делаю Только вы меня Поддержите А я вот это Все для вас Только не кричите Так громко Нет Так часто бывает Как Вот есть группа Пять человек Но очень скандальная Да И все делают Самое главное Они своим криком Добиваются Все равно Они добиваются И некоторые депутаты Идут у них На поводу Ну как же Они скандальные Лучше пусть они Успокоятся А потом Меня поддерживать будут Да А То что они требуют Это разумно Или неразумно Это нужно Другим жителям Вот Банальный пример Который Вот постоянно По всей Москве Любой депутат Любой сотрудник Жилищных служб Его знает Да Лавочка у подъезда Одни Жители хотят Чтобы эта лавочка Стояла Другие Чтобы она не стояла И до смешного Доходят Написали жалобу Поставьте Лавочку Поставили лавочку Пишут другую Другую жалобу Уберите лавочку Убирают лавочку Это же бесконечно И все предели Включая депутата Включая депутата Так вот Так вот Здесь Наверное Где-то нужно Убеждать Какую-то Из сторон Что Они неправы Давайте послушаем Другую группу Жителей Давайте придем К какому-то Консенсусу Давайте договоримся О том Чтобы жить Дружно Вот Если там Лавочка Действительно не нужна Давайте мы в другом месте Поставим Если она нужна Давайте сделаем так Чтобы здесь Не распивали Спиртные напитки Не горлопанили Ночью Пьяными голосами Песни Не мусорили И так далее Для этого есть полиция Чтобы не горлопанили Безусловно Это такой пример Может быть Самый известный Самый примитивный Но ведь это бывает И в каких-то Более серьезных вопросах Какой у вас Жизненный девиз Позиция Ребята Давайте жить дружно Или еще какой-то Ребята Уберите лавочку Знаете Я стараюсь Жить так Чтобы Не было стыдно За то Что я делаю На работе За то Чтобы мне Не было стыдно Перед моими соседями Перед жителями района Перед детьми Перед своими Вот Я стараюсь Быть честным Перед людьми Честным Перед собой И А любимые предзвезды Никак закалялась Сталь? Местами Все-таки нет Я понимаю Его Это произведение Понимаю Его Лозунги Вот Оно мне Где-то близко Но все-таки Не оно Вот А когда Последний раз Приходилось Извиняться За что? Извиняться Извиняться Приходилось Ну За задержку С ответом Не вовремя Мы сработали С сотрудниками Задержку Ответа На письмо Вот Легко Давишь Извинения Или Ну Неприятно Конечно Стыдно Вот Но надо делать Надо извиняться Если Если допущена Какая-то Плошность Или ошибка Ну конечно Надо извиняться Вот И Ну Можно же просто Извиниться Ну и ладно Вот Надо Во-первых Это делать Искренне А во-вторых Не допускать Таких ошибок Какие были Вот Это надо Исправлять И А вообще Политикам Мешает семейная жизнь? Жена Дети Внуки Ну знаете Кому как Я внуков Вижу Не часто К сожалению Вот Дети Где-то Помогают Вот Внуки Вдохновляют Жена На сегодняшний день Разведен Поэтому Вообще Семья Для политика Это Тыл Больше Или Вот Или Абуза Или абуза Так Семь это у всех Разные Отношения В семьях Разные Та семья Где гармоничные Отношения Где Понимают Чем занимается Если это супруг Занимается Да И жена же Есть политик Да Вот Но если Я знаю Многих своих друзей У которых Семья Это настоящий Тыл Опора Поддержка Так и должно быть А без этого Очень сложно Не только Политикой Заниматься Да любой Серьезной Работой А вы Можете сказать Что вы Счастливый Человек Да Я счастливый Человек А что Для вас Счастье Жить Быть здоровым То что Дети Здоровые Внуки Здоровые Друзья Есть И друзья Здоровые И то что Несмотря на Трудности Которые есть У любого Несмотря на Эти трудности Удается Работать Я занимаюсь Любимым делом Я всегда Занимаюсь Любимым делом Я всегда Занимаюсь Тем делом Который Я люблю